Я вас всех витаю. В наших городах, где нет боевых действий и прилеты бывают крайне редко из-за правильной работы нашей ПВО, все равно есть много небезопасных мест. Города слабо освещены в темное время суток. И это небезопасно. В первую очередь тем, что присутствует постоянная ограниченная видимость. И как ни странно, на дорогах. Многие пешеходы еще по старой своей привычке переходят дорогу с абсолютной верой в то, что его должны все видеть и пропустить. Особенно на пешеходных переходах. Конечно, это так. Но помните, что водитель за рулем машины не робот. Помните, самое слабое звено в любом транспортном средстве, самолете, поезде, машине, это сам человек, который и управляет этим транспортным средством. Он может пребывать в разных состояниях. Уставший, расстроенный, нервный и так далее. Плюс не забываем о его здоровье. И все это может влиять на качество его управления этим транспортным средством. Очень часто не сразу видно людей из-за стойки машины, которые расположены слева и справа от водителя. Особенно выбегающие вдруг из-под маршрутки. Абсолютно уверенные люди в том, что если они не видят машины, то их нету. И они могут переместиться спокойно на другую часть дороги. Люди пожилого возраста, они вообще уверовали, что у них 9 жизней, как у кошек. Или есть запасные аватары, которые лежат и ждут своей очереди. Ломятся на дорогах не в последний раз. А еще они, честно говоря, у меня ассоциацию вызывают с бегемотами. Смотришь, вроде идет медленно, с усталостью так, не спеша, приближаются к проезжей части. И тут вдруг приход. Жалюзи опустились, взгляд уверенный, строго вперед. Руки сжаты и форсируют проезжую часть. Класс! Ну ладно они. А доверены им внуки, с которыми они перебегают также эту дорогу? Сигнализировать о своем присутствии на дороге, это не просто важно, но обязательно. Касательно одежды. Наши люди зимой стараются одеваться неярко. Одевать неяркие, не светлые вещи, так как они, конечно, могут испачкаться грязным снегом, брызгами машины и так далее. Да и вообще, в зимний период настроение и в условиях войны не стимулирует пестрить разнообразием цветов одежды. Все понятно. Единственное место, которое у вас светится, это голова. А точнее сказать, лицо. Зубы глаза. Лицо является самым светлым участком на вашем организме. Все остальное скрыто под одеждой и, как правило, темной. На руках перчатки, на голове шапки или капюшоны. И да, капюшоны, если они не фиксируются на голове и при повороте вашей головы он вам мешает смотреть по сторонам. Она же должна поворачиваться голова вместе с капюшоном. Если такой функции в вашем капюшоне нет, то или снимайте его при переходе дороги, или придерживайте его просто руками, фиксируя на голове. Будьте особенно внимательны к окружающей обстановке. Есть одежда особенно спортивная, которая содержит в своем оформлении следоотражающие элементы или ткани. Используйте ее для похождений по темным улицам. На сегодняшний день быть модным не так важно, как быть живым. Вы согласны? Далее. Белый. Даже пустой пакет для продуктов сделает вас более заметным на дороге. После перехода вы можете убрать его снова в карман. И опять-таки он может рассеивать свет от вашего фонаря, если вы его положили в сам пакет. Или будете удерживать фонарь в районе горловины пакета. Включенный телефон, а точнее сказать включенный на нем фонарик, конечно тоже отлично сигнализирует и привлекает внимание. Но если вы споткнетесь и телефон у вас выскользнет из рук, то вы рискуете потерять высокотехнологичный и недешевый девайс для связи. Поэтому отдельный фонарик для цели освещения своего пути или сигнализация в вашем присутствии на дороге это более разумное решение. Можно на телефон наклеить светоотражающую пленку. И у вас в руках всегда есть инструмент для привлечения внимания. Ребята из Чехии, а именно сами чехи и украинцы, живущие в Чехии, передали мне некоторое количество вот таких простых отражателей. Они занялись сбором таких лент специально для нас с вами. И это перерастает уже в целый проект в помощь нам. Некоторое количество таких полосок я уже раздал своим знакомым и друзьям. Также на улице мне было интересно их раздать и получить реакцию людей на такое предложение. Так, это что-то не та ленточка. Да, конечно. Я понял. Здравствуйте. Мы хотим вам дать пару ленточек. Вы знаете, что это такое? Это светоотражающая ленточка для того, чтобы вы чувствовали себя в большей безопасности на дороге. То есть мы сейчас проводим такую небольшую акцию чисто среди жителей Одессы. Ты знаешь, что это такое? Привет. Да? Не знаешь? Ну вот дай мне ручку. Можно я, да, одену? Давай ручку. Смотри. Оп! Она раз и уже одевается, да? Не потеряешь ее? Нет? Хорошо. Папе с мамой тоже тогда. Держите. И вам. Так что вы... Ну, все-таки вы же понимаете, да? Ну, конечно. Это будет более безопасно. Да. 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 И пока-пока. Пока. Пока. Ну вот. Первых нашли. Как говорится, будем продолжать. Потому что сейчас потемнеет. Это самое то. что выявлять самых темных, самых незаметных. Вот. И обленчивать их. Спасибо за внимание. Да. Всего доброго. Спасибо за эту ленточку. Да. Всего доброго. До свидания. Большое спасибо. Здравствуйте. Я знаю, вы про собаку переживаете, да? А вы знаете, что такое вот такая ленточка? Нет. Вы не знаете? Вот смотрите, вы сейчас будете... Давайте, вы не переживайте, она не убежит. Вот сейчас наступит темнота. Да. Вы будете переходить через дорогу. Вот вы во всем черном. Я тоже... Я с фонариком перехожу. Да вы серьезно? Да. И у собачки еще есть ошейник. Есть ошейник светящийся. Да. Да. А? Вы понимаете, все-таки подготовлено. Так что... Возьмите одну ленточку, это на руку. Давайте от руку. Знаете, я вам покажу, как она одевается. Смотрите, прикольно. Раз. И все. И вас видно просто с расстояния. Почему нет? А? Собачку не потеряйте. Да. Спасибо. Спасибо. Вы счастливы. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы снимаем про безопасность перемещения по городу. Вы вот в таком всем темном, да? Вот ваша супруга в темном. Есть это отражающее, да? Я можно вам на коляску вручу еще такую ленточку, да? Вы не против? Нет. Вы знаете, как ей пользоваться, да? Не знаю. Она, знаете, вот так вот на руку, если что, одевается, либо на коляску. Это платно? Ни в коем случае. Нет, я вам одну. У вас одна коляска. Ну, только держите, чтобы она никуда не исчезала. Это хорошо делай. Ну. Сейчас, подождите. Вы же сделали свою ленточку, да? Да. Я тоже хочу сделать. Это вам. Они вас любят. Спасибо. Спасибо вам тоже. Счастливо. Все, мне вопрос. Вы знаете, что это такое, да? Чтобы вы безопасно могли переходить. Счастливенько. Вот, видите как? То есть люди реагируют, и это хорошо. То есть человек даже вот захотел купить Леночке, но ей нужно было две. У меня она осталась одна. Мы еще обязательно сейчас вручим кому-то, кто вот действительно нуждается. Хотя я с себя могу снять, у меня еще запасные есть. Смотрите, пожалуйста, у вас на велосипеде есть какие-то отражающие элементы? Только на педальках? Как? Ааа. И бог, да? Да, да. Но у вас не видно, вы знаете? Знаете, что мы сейчас просто раздаем вот такие ленточки? Знаете, как на руку она одевается? Смотрите, раз, и все. У вас будет лучшую видность. Пожалуйста. Вот еще одного велосипедиста немного счастлива. Он так скромно говорит, у меня там катафотом и педалька. Ну какие педальки? Тебе вообще не видно, то есть ни спереди, ни сзади, ни сбоку педальки у него. Вот. Слышь вопрос. Вот у нас маленький отбор. Вот вы сейчас планируете переходить через дорогу? Так. Вы едете в наушниках, вы ничего не сочетаете. Для того, чтобы вы не сочетали, вы сняли хрунк. Да. А если вам будет сигарет, вы не слышите, как вы говорите? Ну, я бы еще разучаю, я бы снялась. Хорошо, а как вы переходите на эту дорогу? Вот расскажи двух словах, чтобы вас видели. Какого-то есть у вас опознавательства? Ну, понятно, что вы рассчитываете, наверное, на то, что на вашу красоту вы не понимаете. Правильно же? Мужчины-водители. Смотрите, вы знаете, что вы вот такая вот отражающая ленточка? У вас есть такая? Почему? Вы думаете о своей безопасности, получается? Вы не переживаете, что с дороги и жизнь? Ну, такую ленточку. Можно я вам поверю вот такую ленточку? Знаешь, как она одевается? Нет, нет, не под шумом, а сверху, знаешь? Вот так. О! Все. Так будет лучше? Вы согласны, более безопаснее. Да. И иногда нужно включить фонарик, когда вы переходите. Да? Скусиво. Вот так вот. Как вы поняли, эта лента очень легкая. Одевается легко, как на одежду, непосредственно так и на коляску, велосипед и так далее. Кроме того, что я ношу эти ленты на себе, так ее можно симпатично разместить на снаряжении. Вот смотрите, к примеру, я на своем рюкзаке разместил вот таким образом. Детям тоже нужно объяснить, что это важный аксессуар, который способен сделать его максимально заметным для машин. И ребенок с помощью такой ленты сможет останавливать большие машины. Это супер гаджет. Вы же не выпускаете своего ребенка на улицу без шапки или ботинок. Вы заботитесь о его здоровье. Это тоже забота, только уже даже о его жизни. Поиграйте с детьми. С этими лентами и фонариками наделить этот предмет уникальными сверхспособностями. Также на прогулке ребенка будет виднее в темное время суток, когда он играет со своими сверстниками и так далее. На собак также одевают светящиеся ошейники и это удобно. Даже настроение у прохожих уже меняется, видя такой бегающий светлячок по парку. Я сам автомобилист и честно скажу, что не только у меня, но и у других водителей вызывает уважение человек, который использует что-то сигнальное, переходя дорогу. Честно. И лишний раз сигналить ему совсем не хочется, даже если он переходит дорогу в неположенном месте. А вот, когда идут гордо, смотря строго вперед и без внимания к водителям, хочется лишний раз напомнить о себе таким продолжительным сигналом. Можно также купить светоотражающие ленты матерчатые. Бобина такой ленты стоит где-то 350-400 гривен. Там, по-моему, 50 метров. Можно скинуться между сотрудниками, на работе, друзьями, родственниками и обеспечить себе и другим безопасность на проезжей части в темное время суток. Данную ленту можно просто привязывать на рюкзак, сумку, элементы одежды. Она невесома практически, но отлично работает на очень большом расстоянии. Самоклеющиеся ленты можно наклеивать на коляске, велосипеды, телефоны, сумки. Это культура взаимодействия между нами, людьми. Ведь мы же стремимся быть цивилизованными. Давайте так сделаем мрачный мир и очень временный период этой жизни ярче и безопаснее. Все. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Продолжение следует...